шкода Octavia 1.9 TDI двигателя ГР простой с обыкновенным тнвд и обыкновенными форсунками без любого электронного управления просто по давлению сейчас мы будем пробовать это эксперимент по прочистке самих форсунок распылителей почему я это хочу сделать потому что у меня в данный момент на холодную когда я завожу ну буквально несколько секунд я завожу и такой клубок белого дыма и все потом прогревается никаких дымлений ничего нет в принципе это допустимо но двигатель 160 тысяч вряд ли кто-то его чистил или менял я не знаю он у меня два года и сейчас я буду использовать прочистку для именно форсунок вот сделал такое устройство это обыкновенная бутылка разрезана здесь надрезы сделал для того чтобы две трубки всунуть один надрез и второй просто продольный чтобы трубка не выдергивалась и сейчас если мы говорим о шкоде Octavia то фильтр стоит здесь вот эта подача это обратка ну и здесь в общем то все известно стрелочками нарисовано вот в такую штучку заходит обратка суть в чем что в подачу мы пустим через фильтр вот такой обыкновенный фильтр я его пустил так чтобы снаружи наливалась это изнутри выливалась для какой цели чтобы я видел что здесь будет накапливаться какой мусор вообще без разницы но так будет просто визуально видно наливаю жидкость какая без есть именитые бренды есть не именитые у именитых более легкие прочистки для того чтобы чего-то не навредить не именитые более агрессивную туда льют чтоб уж наверняка если вы попробовали это точно прочистила бренд не важен это не присадка в топливо а именно на нем будем работать в течение ну там нескольких сначала 15 минут на холостых а потом полторы две тысячи оборотов им ему даем и на 15 минут по инструкции потом отдыхаем раскисает и потом на оборотах туда-сюда гоняем полторы две тысячи значит что нужно сделать просто снять вот отсюда две трубки и соединить вот я отсюда снимаю соединяя сюда единственное что конечно же желательно заполнить эту трубку воздухом как у меня есть например топливный насос от жигулей я сейчас подсоединю и подсосу сюда топлива чтобы заполнить иначе долго придется маслать стартером ну а обратку возвращаем соединяем тоже с этой трубкой какими трубками тут уже без разницы смотря какие у вас шланги и возвращаем снова сюда и она по кругу будет пока не выработает 1 литр топлива будет по кругу туда-сюда гонять какое-то время это займет сейчас я все этот вопрос соберу и все покажу ну что же как я и говорил я взял топливный насос от жигулей и наполнил трубочку теперь трубочку топлива он напомнил теперь когда поднимаешь она выливается опускаешь она сейчас наполниться так больше не надо суть в чем что мне нужно я вот обыкновенными пассатижами снял топливного фильтра это конечно вы и сами умеете делать потому что меняете время от времени снимаем и соединяем теперь уже с фильтром работайте аккуратно химия приличная хотя там топливо в основном но есть присадки достаточно могут быть агрессивные поэтому работайте аккуратно значит что нужно сделать впускную трубку соединяем с фильтром на впуске фильтр должен быть обязательно я сейчас тут заткну на впуске именно на впуске фильтр должен быть обязательно почему ну потому что например может попасться мусор в трубке или в самой бутылке поэтому вот на обратке вы уже сами решите будет у вас или не будет а вот на впуске обязательно должен быть я я на обратке не ставлю фильтр фильтр все равно мусор будет собираться тогда в этом там где обратка а здесь будет чистый я уже так сделаешь я решил поставить один все я соединил теперь у меня будет подаваться топливо отсюда ну а обратку как обычно когда будет будете в обратной последовательности собирать на место тоже нужно будет подкачать так не просто снять трубку снимаем и соединяем с трубкой дополнительной вот которая будет сливаться в обратку вот вот так чик все это вся процедура сейчас посмотрю видно ли вам схема не не полностью видно да но вот смотрите немножко уменьшу значит трубка зеленая выходит проходит через фильтр и заходит вот вот эту прозрачную там где видно бульбашки в тнвд обратка выходит просто черным сюда назад я залил половина потому что взял маленькую бутылку литровую там всего литр поэтому все теперь заводим и смотрим сначала может заглохнуть где-то там воздух попал ну посмотрим чем это закончится пока у меня из обратки идет воздух булькает нет уже идет чистое чистое топливо из обратки топлива из подачи тоже ну подачу отойду немножко подальше и так написано 15 минут работать и затем отдыхать для того чтобы он немного раскоксовался все работаем 15 минут вижу немножко нет ничего не темнеет просто прошло 15 минут сейчас я не заметил каких-то разница на данный момент не в цвете топлива не в работе двигателя может быть потому что я регулярно присадку топлива очищающую добавляю но как бы я каких-то какой-то разницы не не ощущаю в данный момент но сейчас буду внушить и отдыхать оставлю на полчаса пусть откисали прошло 20 минут после того как я выключил 15 минут прошло 20 минут по идее должно было что-то раскиснуть откоксоваться в форсунках ну и теперь я завожу и время от времени прогазовую 15 до 15-20 тысяч полторы-две тысячи оборотов полторы-две тысячи оборотов на них полторы-две тысячи оборотов вот на немец по идее на немец не на немец и поменялось ли что-то но я не вижу в принципе все как было выработать топливо нужно до конца поэтому я буду потихонечку это делать важно делать такую процедуру время от времени фильтры я бы сказал не засорены ничем здесь тоже не потемнело поэтому видимо топливо было топливная система именно корсунки были в нормальном состоянии как я уже говорил я топливо очищающие присадки добавлял ну и сейчас буду потихонечку вырабатывать еще тут у меня осталось где-то грамм 600 топлива буду вырабатывать потихонечку добавляю и убавляю газ ну что же я практически до конца выработал топливо есть несколько минут еще ушло около часа на выработку что хочу сказать но каких-то явных признаков я не увидел например нельзя сказать что топливо поменяла промоку поменяла свой цвет может быть настолько только незначительно что этого незаметно второе по работе принципе больших проблем и не было поэтому сказать что что-то сильно поменялось не могу но мне кажется что слегка мягче стал но не такие явные признаки работы форсунок мне кажется они так более звонче тарактели сейчас ну дизель есть дизель он тарактит но мне кажется что не такой явный треск но очень субъективно померить как это они сильно не тарактели если и изменилось что-то то очень слегка доволен ли я этой процедурой да почему потому что то что мы заливаем и назад возвращаются в бачок это только то что в трубках тмвд и внутренней части форсунок вся копоть нагар которая есть на наружной части форсунок она же сюда не попадает она в цилиндрах выходит поэтому здесь в принципе кокса и не должно было быть это только то что внутри ну трубчихся частей пружинок форсунок и внутренней части тмвд и поэтому как бы большой большого нагара сюда и не должно выходить если что-то и выйдет например с дюс с распылителя форсунок то это выйдет в цилиндры и его выгонит ну вот вот таком виде если и стало темнее то настолько незначительно что это практически не видно на всяком случае существенной разницы нет ну вот такая промывка которую нужно делать в принципе время от времени повторяйте если вам интересно было ставьте лайки подписывайтесь на канал но как видим самостоятельно это тоже можно сделать вам могут это сделать на станции тех обслуживания а можете самостоятельно как видим это несложно вот я вырабатываю до конца и выключаю ну всего доброго увидимся на канале ну что же я собираю все назад хочу обратить внимание что с обраткой вопросов нет я поставил и все но у меня нет подкачивающего насоса в топливном баке поэтому сейчас когда я вот эту подачу отсоединял то топливо вышло до самого бака и поэтому нужно сюда накачать я до этого использую обыкновенный топливный насос для для какой цели сейчас вот отсюда заберется топливо и завоздушится и очень сложно потом запустить двигатель для этого надо из бака подкачать аж сюда топливо и соединить тогда ну топливную трубку на фильтр я для этого вот просто трубку обыкновенную к насосу жигулевскому и подкачиваю до тех пор пока не чевыркнет подкачиваю до тех пор пока не чевыркнет топливо как чевыркнула все все нормально ну брызнула отсюда я вытаскиваю пальцем придерживаю пальцем придерживаю чтоб топливо не уходило и потом эту трубку одеваю то есть если там она чуть-чуть и уйдет то совсем немного и топливо будет ну хоть где-то рядом и уже засосать будет легко поэтому обратите на это внимание то же самое я делаю при каждой смене фильтр это несложно но в моем случае обязательно у меня как я сказал нет подкачивающего насоса из бака если у вас есть проблем нет если у вас фильтр стоит с грушей подкачивающий тоже проблем нет если у вас здесь насосик есть подкачивающий вопросов не мог но у меня есть вопросы из-за того что нет насоса подкачивающего хочу вам показать результат смотрите вот верх фильтра он такой новый стоял и вот низ фильтра совсем другой цвет то есть все таки изнутри форсунок может быть изнутри топливного насоса нагар копоть какая-то ну или может быть смолы какие-то потому что нагар ну как мог попасть может быть как-то это из внутренней части форсунок и внутренней части тнвд как видим что-то все-таки вычистилась и это не слабо смотрите я думаю мне казалось что вообще ничего не меняется в жидкости она как была достаточно светлая так собственно и осталось незаметен незаметно разница но вот на бумажном фильтре топливного насоса топливного фильтра это сразу видно вот разница видите вот это верхушка сюда прям прямо топливо здесь воздух был наполовину и топливо прямо сюда совсем не попадала а вот внизу пожалуйста как видим мы конечно же что-то вычистили но это уже лучше чем ничего поэтому почему нет мне нравится поэтому вот смотрите повторяйте результат виден явно стал ли форсунки как новая значит причина почему я хочу отдать материал на проверку топливных форсунок на распыл но если забиты дюзы скажут что нужно менять форсунки я их прочистил теперь нужно отрегулировать давление открытия у них определенное это сможет сделать а у меня форсунки простые то есть на оборудование для камазовских форсунок это тоже они тоже смогут отрегулировать подставу определенные пружинки и выровняв открытие у всех четырех под одно какое-то давление и будет все нормально работать поэтому повторяйте видим что результат есть в любом случае какой то есть да и за вот этот результат ну и по слуху как мне кажется более мягко очень субъективно но более мягко стали работать увидимся на канале всего доброго мы сейчас посмотрим чем все закончил ну вот какой то дым идет но такого прямо клуба бум и прямо клуб дыма такой обыкновенная ситуация как мне кажется что визуально стало в разы лучше